Текущее состояние дела и перспективы развития массового спорта и спорта больших достижений в Волгоградской области обсуждали сегодня на встрече главы региона Андрея Бочарова с олимпийскими чемпионами и заслуженными работниками физической культуры. Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки Волгограда к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ситуация с развитием массового, особенно детского спорта в нашем регионе далека от идеальной, отметил Андрей Бочаров, и это положение необходимо менять. Начинать, по мнению главы региона, нужно с малого. Привести в порядок существующие стадионы и площадки как в больших городах, так и в маленьких селах, чтобы дети могли играть в футбол, баскетбол, проводить соревнования. Считаю, что на самом деле надо забрать людей с улицы, детей с улицы, дать им возможность. А для этого много не надо. Необходимы определенные площадки, необходимы территории, где будут заниматься, необходимы школы, спортивные залы в школах. Вот в основном, что необходимо. Очень хорошо строить спортивные комплексы. Огромные, мощные, это хорошо. Ну, наверное, и надо их строить. Но когда стоимость спортивного комплекса 200, 300, 400, 500, 600 миллионов рублей, не проще ли построить 10 или 20 спортивных залов? Волгоградская область – кузница олимпийских чемпионов. Их имена у всех на слуху. Елена Исимбаева, Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко, Максим Опалев, Алексей Петров. Многие знаменитые спортсмены и тренируются на родине, и занимаются здесь с подающими надежду ребятами. Поэтому им хорошо известны и плюсы, и минусы существующей системы. Спорт должен быть доступным, говорят они в один голос. В регионе должно стать больше бесплатных секций. Кроме того, необходимо обратить внимание на небольшую зарплату тренеров. Люди не идут работать, поскольку зарплаты не соответствуют нашему прожиточному минимуму нашего региона. В детских спортшколах. Поэтому это основная проблема, с которой мы сталкиваемся на пути тренеров наших, выращивания наших тренеров непосредственно местных, из местных спортсменов, чтобы они превращались потом в тренеров, которые здесь уже будут дальше расти чемпионы. Не осталась в стороне тема футбола. Как растить собственных игроков, а не вкладывать деньги в легионеров? Какие меры принять, чтобы поднять престиж некогда знаменитого ротора? Решение этих проблем не стоит ждать уже завтра, отметил Андрей Бочаров. Но понимание ситуации позволит сформировать стратегию и перенаправить финансы в необходимое направление при формировании бюджета на следующий год. Что же касается подготовки к чемпионату мира по футболу 2018, то один из главных вопросов строительства новой арены подходит к стартовому рубежу. 15 мая на центральном стадионе «Ротор» проведет заключительный матч, после чего начнется демонтаж спортивной арены, на месте которой будет возведен новый современный стадион. Ирина Горшинина, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».